Байкер. Аккомпанемент «Фоновые осенние мухи». Ты улетал, как на крыльях, в ночь. Твоя жизнь, твой вечный путь. Пчался ты над городом и вновь Ты становился тенью нашей жизни. Пусть и в этом мире бесконечна грусть. И наша жизнь, увы, не вечно пусть. Но ты, черная косуха, кожаные брюки и серебристый байк, Все, что было нужно, увозил с собою вдаль. Я расстаюсь с тобою, прошу тебя, не плачь, Ведь жизнь не только буря, немного и удачь. Ты мчался по дороге всем-всем назло, И ты не знал тревог. Но пролетая над суетой дней, Ты встретился с ней. Пусть в этом мире бесконечна грусть, Но наша жизнь, увы, не вечно пусть. Но ты, черная косуха, Кожаные брюки и серебристый байк, Увез в голубую даль. Тех, кто был мне дорог, Больше нет со мной, а жаль. Но я мчусь на Харлею, Небо в пропасть рай. 30 августа 2002 года. Мотива, конечно, нифига не помню, И надо было бы хотя бы глянуть в Энни, Рекламу саму себя, ага. Но как-то мне времени слишком мало, А вдохновение вот припыло. И вообще, думаю, тут сейчас немножко позаписывать, А потом сунуть это фоном В какой-нибудь экшен-покатушку. Ибо звук, сами понимаете, Какой там дребезжащий, Когда экшен стоит на креплении, Даже на руле велосипеда. Даже такого велосипеда, как тут. И как бы дороги тут. Не всегда асфальт. И не всегда дороги. Кто-то когда-то в стримах и нет, Просил, чтобы я тут что-нибудь типа тексты почитала. Но тексты, как бы у меня был такой еще раздел, Как песни. Но что-то не сложилось, не случилось. И песни как-то остались только в Энни. Но зато полноценные песни. То бишь не кусочек, Там, как обычно бывают в прозе, Кусочек чего-то. А именно конкретно. Тексты. Еще есть какой-то такой, Того же примерно времени, Буква Венны. Плохо, наверное, говорить о своем творчестве бред. Потому что, когда я, помню, говорила бредни о своем литературном творчестве, И, соответственно, бредни были относительно и чужих текстов, То люди обижались, Когда я их называла, Гениальные произведения в кавычках, Бредом. А когда я свои называла бредом, То некоторые тоже обижались, А некоторые радовались. А некоторые, начитавшись в 2002-2005 год моих тихов, Которые, то бишь, песни, По большей части тогда я писала от мужского лица в основе, Написали свою. И потом скинули мне так гордо, Вот мы тут с мужем, с группой выступали, У нас тут такая песня. А я слушаю и понимаю, Что что-то вот, ну, кусками, Вот, ну, конкретно закос под меня, Такую раннюю скинула одному человеку. Тогда общались с женщиной с одной, Из Москвы, в основном по сети. В реале что-то так не получилось пересечься. Она прилично, у меня старшая. И она говорит, Что ты думаешь, что это закос под тебя? Я думаю, значит, не только мне так, А что это закос под меня? Она говорит, ну, говорит, Вообще, с одной стороны, не очень хорошо, А с другой стороны, тебе должно льстить, Что под тебя косят. А еще одна другая девочка, Прилично так меня младше, Обозвала подобного человека, Как же заклятый друг. Я долго зависала над этой фразой. Она как-то даже это обосновала, Ну, что вот мне как-то под меня, От меня фанатели, И со мной постабильно пытались соперничать. Ну, песня, в принципе, там неплохая была, Исполнение нормальная, Музыка тоже такие же длинные проигрыши, Как я люблю. Я думала, что это только я люблю. Но оказалось, не только я. Я не одинока в этом плане. Вот, пожалуй, сейчас будет Очередной буквенный бред от Люли. Учитывая, что тут-то я хотя бы частично помню, И даже перед этим пыталась как-то записать. Ещё до того, как нажать на захват аудио на ноутбуке, Я через Малави её немножко пропела. Хотя, наверное, на некоторые из них даже есть ноты, Но они чисто в буквенном, в текстовом варианте Где-то лежат такими черновиками. Готовые, но черновиками. Ни гитар-про в своё время не завелись, Ни в живую я их не записала, Играя на пианино как-то не случилось. Надо будет их найти потом. Они вместе со мной, с той квартирой в эту переехали, Но как-то ещё руки не доходили. В общем, называется «Мы вместе». Ну, такая попсовенькая, опять же, отсыл к Энни. Как ветер гонит облака по небу, мы вместе. Как счастье наше вдалеке, говорит звезда, мы вместе. Как птицы крылья в серебре летящие вместе. И даже если упадём, то разобьёмся вместе. И лететь, как ветер, быть облаками. И лететь, как ветер, шуме листвы. Мы были вместе, мы были с вами, Как крылья птицы, как свет звезды. Летели в небо над облаками, Летели в небо на свет луны. Но всё, что было между нами, Теперь мечты, мечты, мечты. Лететь, как ветер, быть облаками, И лететь, как ветер, шуме листвы. Мы были вместе, мы были с вами, Как крылья птицы, как свет звезды. Я хочу улететь, как птица из клетки, на волю спастись навсегда. Чтобы стать днем и движением ветра, летящим в небо, в облака. И лететь, как ветер, быть облаками, лететь, как ветер, в шуме листвы. Мы были вместе, мы были с вами, как прелия птицы, как свет звезды. Это у нас уже 27 января 2003 года. И оно вообще сделано, как на два вокала, мужчина и женщина. В принципе, байкер у меня тоже был раскидан. Там должно было быть два мужчины и женщины. И даже подписано, где соло-гитара вставляется, мужчина-соло. Потом ярко выраженный дуэт гитары и ударных. Как это вообще должно было все быть? Ну вот как-то оно, опять же, в кульке не сложилось. Потому что люди, которые меня тогда окружали, почему-то хотели, чтобы все было готово. И я репетиционную базу должна была искать и инструменты, и недостающих музыкантов, и текст писать, и музыку писать, и партитуру. И как-то все я. Потом пришли, все свояли, и Лёля пошла нафиг. Как в Угличе было после того, как Мунде напечатали в первом номере Угличе поле. Чуть-ка измененное, чуть-ка сокращенное. И мне девочка одна со своим тогдашним товарищем говорила, вот мы типа хотим ее поставить в Угличе, типа как театральную обстановку. Я буду режиссером, сказала девочка. Я думаю, с какого перепугу я текст, значит, написала. Как-то там сделай то, сделай сё. А ты вообще-то, ну короче, взять мой текст, мою музыку. У меня тогда где-то, ну где-то одна треть была написана. До сих пор так вот, после того, как они мне это выдали, у меня всё желание отбило, как-то всё застопорилось от написания музыки. В принципе, это не проблема, я думаю, при желании, при вдохновении. Которое у меня тут внезапно что-то вот с прошлого приезда ещё образовалось. Я подсознательно, наверное, чувствовала, что от меня хочет отвалиться одна девочка. Как раз песню такую, родившую с закосом под меня. Этот самый друг, так обычный. Точнее, как он там, враг, заклятый враг, заклятый, та самая девочка, заклятый друг. И у меня что-то попёрло такое конкретное вдохновение. Может, так совпало, что ещё всё уже так конкретно остаканилось. И квартира-то наша, и моя, и жизнь там. В общем, всё, вот практически все основные желания исполнились, кроме поездки в Японию, которая накрылась пока что методом тазом. Но, в общем, как бы музыка в этом плане не проблема. Вот девочка-то мне сказала, мы там паролям раскидаем. Ты уже тут всё расписала, кто когда поёт, кто что говорит. Как раз в Мундей. И мы типа сделаем, а ты тут вообще никто. Ну и я как бы не дала добру на это счастье. Ну, так же вот всё тут было расписано. Так же, как вот в этом месте. По-моему, вот у меня выйдет там какая-то парочка пела. Я их уже не помню по именам, хоть сама их и ваяла. Такс. Ещё одно такое странненькое. Войти в твои сны. Тоже, наверное, примерно того года. Тут также раскидано под Оманмен. Мужчинка-женщина. Да, он написан аж на следующий день. После мы вместе. Вот реально так на следующий день. 28 января 2003 года. Да. В общем, сейчас попробуем её или прочитать, или спеть. Хотя я вообще тут всё запивать хотела. Вообще интересно, кто-то будет смотреть. Потому что там дальше у меня ещё будет второй раз спетый рез смерти. Скорее всего, немножко по-иному звучащий. Хоть я пишу в деревне вечером. Вроде как никому не мешает. Мне тоже никто не мешает. За исключением шума возможного от мух. Ну и гудение от этого электросчётчика. Ну, как-то вот просили там вроде как погромче. Не знаю, насколько громче. Всё равно мне как-то выходит тихо говорить. Ну, так как там ролик один должен быть минут на 40. Чисто вот эти дороги. Сначала думала в Прилуцкий ролик. Когда Прилуцкий, как я езжу, это всё залить. Но думаю, лучше туда что-нибудь другое. Это ролик, который я вчера снимала на экшн-камеру. 7.09. Сегодня у меня 8.09. 2018 года. Вообще не знаю, кто не так делает. Что пишет отдельно аудиофайл к ролику. А потом всё это крепает. И вот у меня тут крем свалился. Для рук. А ты, Фраше. Первый верующий в люльку. Приехавший к люльке. Задаренный. Войти в твои сны. Песня опять же. Лететь в ветер, разбиться оскалы. Лететь в ветер, поиск их земли. Остановиться, упасть, разбиться о камни. Это всё для того, чтобы войти в твои сны. Мы не вместе, если я жду тебя. Я хочу быть рядом, но без тебя. И я буду смертью, чтобы чувствовать взгляды. Лететь, как птица в поисках земли. Убиваю себя, и я с тобой рядом. Это всё для того, чтобы войти в твои сны. Мы не вместе, если я жду тебя. Я хочу быть рядом, но без тебя. 28.01.03. Как уже говорила. Интересно, после этого ролика, когда я его на ютуб залею, это будет... Во-первых, кто это осилит, тому очень явно нравится моё творчество. А кто после этого отпишется, ну да и... Абсолют с вами. Вот тут ещё одна. Забыться о тобой. Вообще, у меня там как бы лирический герой определённо был. Там ещё что-то, что есть какой-то цикл розовых, в кавычках, стихов. И некоторые думали, что это им конкретно или кому-то конкретно посвящено. На самом деле, это был чисто такой лирический герой, лирический образ как-то так. Вот это тоже в стиле одной, там вторая, уже третья, наверное. Надо было всё-таки самой тоже глянуть, Венни, кому они там у меня адресовывались, посвящали. Кто Венни их как бы спевал. Забыться о тобой. Нырять в глубину океана и реки, Лететь под небесе и быть под водой. Сорвавшись со скал, окутав северный ветер, Забыть обо всём, забывая с тобой. И я буду рядом, чтоб чувствовать взгляды. Мы будем вместе дарить всем тепло. Сложно выразить чувства, Лишь манить тебя взглядом. И мне сложно любить, быть рядом с тобой. Это у нас уже 3 февраля 2003 года. Какой-то плодовитый такой год был. Дуэт. Тоже тут по мужикам и женщинам раскидано. Наверное, это просто прочитается, потому что я от мотива ещё меньше помню, чем до этого помнила, хотя до этого тоже не помнила. Дуэт. Раскидан опять поэм и жо. Мотива я нифига не помню, только местами куплет. Ну, в общем, возможно, это будет чисто читание. И тоже кто-то там его пел в Энни. Когда увижу свет за окном, Дождём прольёшься ты в мой дом. Покинет моё сердце печаль, Но это лишь мечта. Душу не отпустит пустота, Это лишь мечта. Жаль. И ты поймёшь, что опять Не повернуть время спять, Но почему же тогда ты остаёшься одна? Ведь я живу воспоминаниями, И мыслями я постоянно в прошлом. И вновь моё зеркало сознания Отражает лишь только хорошее. Куда уходит любовь? Мне её не вернуть. Нам её не догнать. Ну и пусть. Наплевать. Ведь я живу воспоминаниями, И мыслями я постоянно в прошлом. И вновь моё зеркало сознания Отражает лишь только хорошее. 13 февраля 2003 года. Аж за день до моего дня варенья. Ну, учитывая, что это частично писалось Под суть того, что там пелось И читалось сюжет Энни, То как-то вот оно где-то там и есть. Вот уже стишок пошёл. Наверное, назвать будет ролик Фоновое аудиотекстов. Вот этот стишок, короче. Один из тех стишков, Который я одно время Довольно часто читала На каких-нибудь учтениях. Считалось, что типа Как это видеть на карточках Или что-то такое. Слёзы бриллиантов. Да, этот как в рисунке, Так и в текстах частичный такой символизм. Я не вникаю, что я там пишу. Если хотите, вникайте. Может какие-то... Некоторые там видели что-то такое заоблачное. Самое интересное, что они там видели. Чё не ели, пили, курили? Прежде чем это увидеть? Или прочитать? Слёзы бриллиантов. Всё пройдёт с приходом лета. В югою сметёт зима. Слёзы бриллиантов. Это кровь разлитого вина. И не вспомнишь даже горечь От забывшихся обид. Капли крови всё покроют. В камине пламя не горит. И осколками надежды, Как оборванная нить, Разбиваются о камни. Улетают они вниз. Как кинжал ты сердце ранишь. Ненарочно может быть. Для меня ты много значишь. Хоть пытаюсь я забыть тебя. Но много дел весёлых нас объединят. И вновь воспоминания волнуют. Своей болью моя кровь. 30 мая, 2 июня, Это тире, 2003 год. Я тогда как раз, по-моему, Как бы перестала общаться с одной девочкой. Так как я думала, что мы тупо подруги. А она была лесбиянкой. И думала несколько иначе. Ну, у меня был тогда цикл такой. Так как, общавшись с ней и её компанией, Я слегка вдохновилась. И у меня там было что-то... С одной стороны, она, видимо, считала, Что я к ней неровно дышу. Хотя мне совершенно фиолетово было. И в этом плане я слегка была в афиге. От того, что мы дружили-дружили, Оказывается, для неё мы не дружили, А типа пытались встречаться или ещё что-то. Что он там думал уж своим извращённым мозгом. Но у меня был такой лирический, как бы, герой. И он отразился в каких-то текстах. Вот, видимо, они сейчас пошли. Жестокость не мешает жить. Жестокость не мешает жить. Она всего лишь больно ранит. Скажи, но как теперь мне быть? Что делать, если мы расстались? В душе печаль, гитар и плач. И не унять тоску, разлуку. Скажи, но что мне предпринять? Как жить? Не двигаясь по кругу. 6.08.2003. Ну, примерно всё тот же год. Всё в то же время. Ну, и как бы, да, у меня там ещё Фрида была. Не совсем дописанная. Одна первая часть, наверное, есть. Её даже на Литоу нашем разбирали. Я вчера разбиралась на внешке и нашла некоторые такие файлы. В том числе, монтаж делала на фотографии. 2016 года меня и Аленке, когда мы с ней встречались, она была радостная на фотках выглядеть, довольная. И никакой там этой намёка, что как бы дружба врозь. Даже написала ей смс-ку, спросила, ну, как бы, как делают нормальные, взрослые, адекватные люди. Думаю, это, ну, вообще, адекватные, самодостаточные люди, считай, делают. Прежде чем что-то выкладывать в сеть, где есть ещё кто-то, как бы спрашивают, да, вот она не спрашивает моё мнение, когда выкладывала, не знаю, как сейчас делает или нет, фотографии за мной, где мне не очень, не всегда, допустим, нормально, как мне кажется, выглядело, не всегда хорошо, красиво и тому подобное. Я написала ей смс-ку, сказала, что если она не против, ну, типа, я вот это выложу на YouTube, и не будет ли она против. И кредицы, то бишь, это, ну, что фоном там идёт песня, как раз та самая песня. Кто читал мои тексты, даже после того, ну, допустим, недавно с моим творчеством познакомился, читал мои тексты, а потом прослушает эту песню. Вот чисто их мнение мне интересно, потому что, как бы, вот там закос такой конкретный, в общем-то, песня с этим закосом, я ей написала, что вот если она не против, то и когда буду выкладывать, что кредицы в скобочках авторства обязательно. Ну, как раз там в начале, там, на монтаже, на одной приблуде Виндовской поставила, то, что авторы песни, группа «Свет серебра». Ну, и мне ответили, что, типа, не против, как бы, что, типа, выкладывай. Правда, ещё там было, что, типа, я от тебя отписалась, поэтому не увижу. Видимо, она, ну, всю информацию в интернете, вот, на YouTube узнаёт, не в рекомендованное видео, наверное, не обращать внимания, вот, то, что подписалась на человека, выложила он видео, учитывая, что меня она практически не смотрела за последние два с половиной года, то, как бы, выложила видео, да, человек, она его увидела. А если тот другой где-то выложил, а на этого человека не подписывал, то она вообще не знает, что там есть. По-моему, это ещё больше, чем я в танке, если она действительно делает так, как говорит, то, бишь, пишет. Ну, что, типа, дядь твоего Инстаграма тоже отписалась, хотя я про Инстаграм вообще не спрашивала, так, когда вот мы с ней общались, она мне нежненько так, в кавычках, выносила мозги, выносила мозги без кавычек, то, точнее, когда я в прошлый раз приехала с деревни, мне так три дня вскрывался мозг, своего нет, вскрою чужой, да, как-то подобно, Юлька говорила, но суть такая, и, короче, я по некоторым ключевым словам понимала, что конкретно её волнует, видимо, её очень напрягает, что она от меня отписалась, будто я её заставляла, и, как бы, от Инстаграма, то есть, что комментировать, видео, типа, она не увидит, комментировать она не будет. Я вообще думала, что выложить это видео, запретить эти комментарии, отключить их, потом думаю, ну, как бы, зачем так делать, и думаю, ну, не будешь ты комментировать, мне как бы вообще фиолетово, у меня чисто было её, ну, если бы она сказала нет, я бы, конечно, расстроилась, потому что, как бы, ну, красивый такой ролик вышел, но она сказала, да, в общем, поэтому, как бы, вот, ну, я тому, что тут нашла всякое такое на внешке, много чего на внешке находится, в общем, тут ещё один стишок, некоторые стишки, которые, я когда просили тут почитать стишки в стриме, ещё что-то, некоторые стишки, на мой взгляд, такие стрёмненькие, что мне даже стрёмненько читать, не то, что на камеру вообще, вот это тоже такой стрёмненький, ну, в принципе, раз уж я тут уже некоторые даже спела стрёмненькие, чё б не это, такое, сопливо, сопливое, розовые сопли, скажем так, чуть забанга, забыть дорогу к дому, забыть дорогу к дому, забыть свои мечты, пойми, быть равной Богу не сможешь даже ты, быть только где-то рядом, со мной быть всегда, пойми, любить не надо, хочу лишь тепла, 7-го, 0-8-го, 2003-го, ох, что на следующий день даже писалась, а это уже через месяц писалась, того же Кола, нет исключений, плюсы и минусы в каждом свои, нет исключений не в дружбе и нет их любви, одни встречаются, влюбляются, потом ругаются, расстаются, а некоторые мирятся, другие, как и я, надеются, что все налывается, но иногда не получается, в общем, такой непонятный стишок, тут это, в твои глаза, это тоже серия этих роловых стишков, эта девочка потом меня френдила, находила, еще вконтактике, правда, потом забанила, находила меня вконтактике, писала, ой, я так хочу с тобой общаться, то, все, типа, извини, была там дурой, и т.д. и т.п., а потом я внезапно, случайно захожу в ее дневничок, а ссылочка шла как раз с ее странички на дневничок, это дневники эти дайвили, как-то там, и она там пишет открытым текстом, вообще даже не скрываясь, не стесняясь, как она общается с какой-то идиоткой, которая к ней неровно дышит, и стихии даже посвящает, я так охренела, ну, меня так часто бывало, когда вот общаешься, общаешься с человеком, а потом выясняется, как он на самом деле к тебе относится, ну, девочка, стихи, я так ей написала, ну, типа, а что за нафиг вообще написала, админом админы оказались в каких-то близкородственных отношениях с этой девочкой, вместо того, чтобы, допустим, ей влепить там этот, какое-нибудь нарушение правил, которое в принципе реально было, они заморозили мне дневник на несколько месяцев, я так охренела вообще, ну, и как-то практически самоприбила, я несколько раз потом удавляла этот дневник, они почему-то его не удаляли, писали мне какие-то эти сказочные админы, в общем, мир небеса, вот тут еще одно, в твои глаза, я смотрела в твои глаза, ты молчала, непонятная боль, резкость сердца прожгла, слишком поздно, тогда ты сказала, слишком поздно, я потом поняла, что подругу потеряла, дружбу нашу не сберегла, но я тогда реально, это 14 сентября 2003 года, реально думала, что вот все, кто со мной общался и подобным путем как-нибудь там кидал меня, уверяя, что я супер такая плохая, что действительно проблема во мне, а не в человеке, что человек нифига со мной не общался, потому что там симпатия какая-то общая, хобби или еще что-то, просто пользовалась, допустим, у меня была одна класса, она и сейчас есть, я сегодня поняла, что вот Лена также со мной общалась, когда ей надо было, она как бы сю-сю-сю-сю-сю-сю, а потом периодически пропадала, вот та тоже стабильно, периодически пропадала, перед тем, как пропасть, выдавала какую-нибудь пакость в стиле, что я супер плохая, я всем должна, и все меня типа там, а, однажды она мне сказала, что я общалась с тобой с жалостью, или что-то в этом роде, из вежливости, из зависти, из-за чего только со мной не общалась, а тут мне, конечно, такого не говорили, мне сказали, что я супер плохая, судя по смс, по настроению с смс, я поняла, что там до сих пор считаю, что я супер плохая, вот мне интересно, она спустя там пару лет соберется со мной снова общаться, но вдруг догонит меня подписчикам, что вряд ли, потому что она действительно унылая, но с другой стороны, как-то, в принципе, благословит ее какой-нибудь Бог, в общем, у меня тут много, я смотрю, стеклов, которые посвящены людям, которых я считала как бы там с бест-трендами, лучшими подругами, которые в какой-нибудь момент говорили, что типа, с тобой невыгодно общаться, ну тут опять какая-то хрень, вот этот стих некоторым нравился на каких-то лицлетах, не знаю, в чем вообще, вообще, по-моему, так, чуть ли не из пальца высосанный, назови меня рассветом, я тогда с чуваком встречалась с одним, назови меня рассветом и вечернюю рассой, расскажи, как в поле ветром я бежала за тобой, расскажи, как птицей в клетку ты попалась за меня, заливая серым пеплом слежи падали шутя, 19 ноября 2003 года, но птицей в клетку, конечно, он не попадал, но был потом, в общем, нарушил он какие-то там правила нашей страны и отбывал какой-то там срок где-то, ну, в принципе, мы с ним сто лет не виделись, и столько же еще бы нет желания с ним видеться вообще, тоже не очень хороший человек, то бишь, приходишь как бы в назначенное день, назначенное место и вдруг узнаешь о себе очень много интересного, вот это вот, вот эта песня, которую все кому не лень коммунизили, точнее, коммунизила одна девочка, выдавая ее за свою, в угличе пела под гитару, а я потом долго доказывала, принося рукописанный текст, что-то здесь с датой, когда я это писала, что это действительно моя текст, песня, и что, в принципе, музыка к ней тоже есть, и она тоже моя, а девочка потом со мной хотела эту песню переделать под панк, немножко там что-то переделывая под текст, еще что-то, я уберяла, что как бы не должно быть оно панком, что-то типа такое, тут даже лиричная тема, в темпе марша, лирично подписано, и написано, на 4 декабря 2003 года, а девочка ее стала юзать где-то там с февраля, наверное, по чуть ли не август 2004 года, как раз я в одном типа мотохобби тусила, и мне реально там чуть ли не с пеной у рта говорили, что я плагиат устроила, ну сама себя сплагиатила вообще, потом оказалось, что эту песню не только эта девочка исполняла, еще и некоторые мальчики, ну, то ли такая песня офигительная, то ли я такая гениальная, то ли я что-то не догоняю в этой жизни, волк-ворон, вот на нее как раз есть ноты, но что-то я вот, в общем, как раз тот вариант, когда, тот случай, когда я их не оцифровывала, только вот где-нибудь, может в PDF формате, если я их сканировала, может они просто так в рукописке где-то лежат, надо найти, да, может просто хотя бы их проиграть, одна из первых песен, как раз вот, в которой писались ноты, или одни из первых нот, которым писались тексты, или как-то оно все одновременно случилось, наверное, это будет последнее, что я сегодня выдам, потом вы прослушаете, если осилите это, тот ли смерти, ну и там вставлю, может, какую-нибудь, типа музыкальную зарисовку, музыку люли, то бишь мою, попробую эту сейчас спеть, Волк, Ворон, Я ухожу от всех во тьму, Я буду жить среди волков, Я, как они, всегда один, И нахожусь среди врагов, Я буду вороном, парящим в облаках, Я буду демоном, блуждающим во тьме, Я расскажу тебе, где надо жить и как, Я позову тебя, и ты придешь ко мне, Я вижу город, он похож на океан, Машин, Машин людей таких же, как ты, Но ты ушла, и не придешь назад, Ты умерла, покинув этот мир, Я буду вороном, парящим в облаках, Я буду демоном, блуждающим во тьме, Я расскажу тебе, где надо жить и как, Я позову тебя, И ты придешь ко мне, И я, как волк, Ухожу во тьму, Я не могу жить среди людей, И если быть не то одному, Ведь без тебя даже жизнь, Как смерть, Я буду вороном, Парящим в облаках, Я буду демоном, Блуждающим во тьме, Я расскажу тебе, Где надо жить и как, Ты позовешь меня, И я приду к тебе, Ты позовешь меня, И я приду к тебе, 4-12-2003-го, В итоге я решила Прекратить Вставлять эти самые тексты, На самом деле, Просто как бы сам ролик, Который я выбрала, Это путешествие мое От дедушкиной и бабушкиной Родовых деревень, От Степанова и Хамина До нашей, скорее всего, Фермы, Точнее, ну, в общем, До Моисеевского, И он был где-то на 30 минут, И туда как бы Этот файл аудиоформата Бы не влезли просто по длине, Поэтому я решила, Что нужно пока закончить, А те записи добавлю В какую-нибудь другую дорожку С экшн-камеры, Поэтому, В общем, Если вы сию осилили, То вам реально Очень нравится мое творчество, И это очень-очень радует, Ну, и посему, Как бы, Всем, наверное, Спасибо, Кто сию осилил, И не, Даже если вы смотрели это фоном, Чисто что-то делая, А меня, как бы, слушая, Ну, и всем, Как бы, Пока! Пока!